Вопросы для библейского портала «Экзегет» Вопросы для библейского портала «Экзегет» Вопросы для библейского портала «Экзегет» святынями или почитаемыми предметами и так далее и тому подобное, принесение каких-то жертв. Сегодня в православной церкви, вообще в христианстве жертв не существует. Мы с вами не приносим кровавые жертвы, мы приносим только бескровную жертву на литургии, тайну тела и крови Христовых. В то же время человеку всегда хотелось как-то украсить храм, человеку хотелось каким-то образом внести в него определенную атмосферу. И свеча делает свое дело. Если мы посмотрим в глубину веков, то подсвечников мы с вами, таких очень сильно антикварных, практически не найдем, потому что подсвечники чаще всего и не ставились в церкви. Горели лампады, люди собирали на общую свечу, которая использовалась в богослужебном последовании, а также на свечи, которые вставлялись во все возможные боникодилы или бра, которые висели в храме, для того, чтобы осветить пространство храма. Какого-то индивидуалистичного отношения к свече не существовало. Но с течением времени эта практика разрослась. И сегодня у нас с вами, хотя и есть электрический свет в храме, есть также и свечное освещение храма. Действительно, это создает определенную атмосферу и так далее. Но мы с вами прекрасно ведь понимаем, что и без свечи Господь слышит наши молитвы и не ожидает от нас принесения каких-либо жертв, таких как свечи или еще что-то. Это некое выражение нашей любви к Богу и выражение нашей преданности нашему Создателю. Вот смысл свечи. Какого-то глубокого богословского смысла в свечах в храме не существует. Его можно найти, его можно на самом деле наложить на идею покупки и возжения свечей. Но, однако, какому-то логическому пространству эта идея, мне кажется, не подходит. Благодарю вас за внимание. И поделись этим видео. Благодарю вас за внимание.